МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы начинаем новый проект «Мама мечты». И я его ведущая, имиджмейкер-стилист, психолог-психотерапевт Татьяна Николаева. В нашем проекте участвуют 4 мамы со своими детьми. У них совершенно разные проблемы. Хотите узнать о них больше, о чем мы говорили? Смотрите дальше. Мы все были когда-то маленькими. И у нас были родители. Были такие ситуации, когда мы на них очень обижались. И нам казалось, что когда мы вырастем, мы никогда так не будем обижать своих детей. Мы будем хорошими и добрыми, мы будем чуткими, мы будем все понимать. И нам казалось, что мы запомнили это, что когда мы вырастем, мы точно так и будем делать. Но проходит время, и вы уже сами стали родителями. И вы чувствуете, что вы начали повторять поведение своих родителей. Что вы точно так же обижаете только теперь уже своих детей. И вам даже становится страшно, потому что ощущение, что это вообще неконтролируемо, что это само собой. И вообще даже возникла такая парадигма, как будто это вообще не меняется. Что это вот так уж, вот так вот и получается. Мы приглашаем вас на наш телевизионный проект «Мама мечты», где будем менять маму. И сегодня с нами собирались участницы нашего проекта, первого. И я хочу с вас с ним познакомить. Мне хочется послушать вас, с какими вы проблемами пришли. И узнать, вообще верите, что возможно поменяться. И с тем проблемой, которые у вас есть, так легко и решить. Меня зовут Ксения. Я мама прекрасной дочери Анастасии, два с половиной года. У меня очень замечательный, умный, открытый, жизнерадостный ребенок. Но в какой-то момент у меня появилось ощущение, что я ей не соответствую. Это как? Это так, что она у меня очень активная. И она не всегда меня слушает. То есть у меня такое ощущение, что у меня нет достаточно авторитета, чтобы не силой, а вот путем договоренности, как бы с ней найти общий язык. У нас сейчас торгово-рыночные отношения. Это как? Расскажите, поделитесь. Допустим, через конфетки, через пустышку. Два с половиной года она у меня до сих пор сосет пустышку. Через пустышку, через... Допустим, мыться мы не любим. Чтобы пойти помыться, это нужно завлечь с бубенцами и так далее. Еда такая же история. И в какой-то момент ты понимаешь, что сил нет. И когда сил нет, ты начинаешь резко... Срываться. Да, срываться. И я хочу узнать, как можно по-другому. Я хочу научиться, чтобы быть самой лучшей. Ксения, во-первых, я хочу вас успокоить. Дело в том, что ту проблему, которую вы озвучили в этом возрасте, она волнует многих родителей. Я думаю, телезрители даже что-то отозвалось, потому что это проблема многих родителей в этом возрасте. Меня зовут Татьяна. Так, очень приятно. Мне 32 года. У меня два прекрасных ребеночка. Аленушке 7 лет и Ярославу 4 года. А, ну поэтому вы знаете уже про девочку, знаете этапы из-за родителей. Я, конечно же, стараюсь быть хорошей мамой. Я очень безумно люблю детей. Мне кажется, иногда даже вот я их полдня не вижу, например, пока они в садике. Я уже, я бегу быстрее в садик. Вот как освобождаюсь, сразу бегу. И, ну, мне их не хватает. Но в то же время я вижу, когда я их забираю, в итоге не получается им уделить достаточного внимания. Может быть, от этого идут проблемы, да. То есть у нас дома и стирки много, и всего-всего сделать надо. Дети сами по себе получаются. Они, может, и рядом, но они далеко. Они вот так вот, да, как-то. И вот, ну, у меня, например, дочка 7 лет в этом году идет в школу. Я вот такая мама, мне вот хочется, чтобы у нее всегда все было самое лучшее. Ну, это, наверное, все мамы так хотят, конечно же. Ну, и я вот такая же. Я, может быть, в силу своей работы, я занимаюсь детьми, да, малышами, ну, с разным возрастом детей. Мне кажется, что вот другие дети, они все идеальные. Идеальные. Каждый ребенок, вот, ну, мой тоже идеальный, но не в том, в чем бы мне хотелось как-то. Других детей я могу научить тому, что, ну, я преподаю, да, а вот свою дочку я не могу научить. А я хочу, чтобы она у меня лучше всех танцевала, чтобы она у меня была гимнасткой, чтобы она на канате сидела, на мостике стояла с поднятой ногой, а она вообще очень далека от этого. Я ее упрашиваю пойти на бальные танцы. Она говорит, я не хочу, мне не нравится. Ей больше нравится рисовать, что-то, ну, вот такое. Я, конечно, это принимаю, я ее на рисование отправила. Но, тем не менее, мое мнение, что мой ребенок должен продолжить то, что я не сделала в своем время. Как бы, да, мне хотелось бы, чтобы вот она с детства начала танцевать. И мне кажется, что она в будущем будет еще лучше танцевать, чем я. Вот именно вот это вот моя проблема. Я очень на нее кричу, когда она ко мне на занятия ходит. Я на ней срываюсь, конечно. Она терпит, а после занятия, когда все уходят, она плачет. Хочется, чтобы вот пошла по моим стопам. Больше ни по каким она, как будто она не может идти. И это моя мечта. Я с детства думала, что у меня родится дочка, и она будет танцевать. А она не хочет. На самом деле, очень много таких мам. То, что вы делаете, у многих это происходит. На самом деле, там, на самом деле, потом последствия не очень хорошие, когда ребенок вырастает. Я об этом расскажу. И здорово, что вот прямо вот на этом этапе вы пришли. А еще у меня есть еще малыш, да? Так, со вторым. Ярослав его зовут. Он очень замечательный мальчик. Жизнерадостный, звонкий, энергичный. Вообще прекрасный. Ему 4 года. Но мне кажется, что очень часто, это каждый день по несколько раз, когда я ему что-то говорю, не лезь туда. Ну, не лезь туда. Он это не слышит вообще, как бы. Ну, я говорю, Ярослав, туда не лезь, там может быть опасно. Он вообще не слышит. Он как будто бы меня не существует в этом мире. И пока я не залезу к нему, ты меня слышишь? Я тебе что сказала? Вот так вот. И вот он, да? И начинает, ну, как бы вот так. Или я там повысить голос должна, чтобы меня он услышал. Мне кажется, он постоянно что-то проливает. Я вот только что убираюсь, а он проливает. Вот у меня моя сестра, например, свидетель. Она говорит, вот мне кажется, он специально это делает. Вот я убираюсь. Или, например, нарядились мы, вот выходить надо. И он набольется чем-нибудь грязным таким. Вот он меня вот в такие моменты вот очень это выводит из себя, что ли, кажется. Хотя он это не специально говорит. Я на него ругаюсь. Он говорит, мамочка, я тебя люблю. Конечно же, таешь от этого. Но я не права, я это вижу. Но мне тяжело с этим бороться. И мне тяжело бороться с тем, что, когда у меня, например, я когда нервничаю, когда у меня проблемы с мужем, да, может быть, это кто-то тоже с этим сталкивается, я не знаю. Но вот у меня вот такая проблема, когда я зла на своего мужа, я срываюсь на детях. Я почему-то еще не оделась. Я тебе сколько раз сказала, давай быстрее. Вот так вот сама нервничаю и свой нервоз детям передаю. И они тоже сейчас там, ну вот тоже как-то. Это нехорошо, это так тяжело. То же самое у всех во многих семьях, это все повторяется. Мои детки, они меня так любят. И когда вот я вот на них так вот кричу, они, мамочка, мы тебя так любим. Ну вообще, как я могу на них кричать? Я вообще, они у меня такие прекрасные. И даже в садике ни одного замечания не получают. Они только от меня замечания получают. И мне, я не могу перестроиться. Я прям нервничаю. Мне нужно что-то с собой решить, мне кажется. Конечно. У меня, я очень нервничаю. Все. Я целый день лакула, я на детей орала очень. Татьяна, я помогу вам решить вашу проблему, не волнуйтесь. Это вообще решаемо. Не будет так больно, не будет переживаться. Мне надо научиться. Все будет хорошо. Я сестра. Я сестра, да, ваша сестра. Да, как разнакомиться. Да, мы вместе. Давайте познакомимся. Меня зовут Елена Мирослава. Очень красивое имя. Спасибо большое. У меня три сына. Каждый из них уникален. Евгений, Александр и Андрей Дождемир. Ой, какие русские имя. Да, 15 лет, 13 лет и 5 лет. И каждый из них пытается стать лидером, лучшим себя проявить в семье. У каждого какие-то свои моменты на каждом определенном этапе. В 5 лет свое, в 13 лет свое, в 15 уже что-то другое. Я думаю, нерешимые проблемы в каждой семье существуют. На этом проекте я, потому что мне хочется быть лучше, чем я есть. То есть реализоваться как мать. Вот, например, Александр. Он очень, несколько лет назад у нас в семье, он стал таким, года два назад мы стали более темпераментными. Мне пока непонятно, почему это. Это где-то в 11 лет стало у нас происходить. У нас интерес больше, например, не обучению в школе или книгам. Вот я сама люблю, например, читать. Мне хочется, чтобы все мои дети читали. Они хотели по иголочке. Они хотели по иголочке все. Да. Правильно. Вот. Его интересует футбол, самбо тоже самое. И, например, у него очень большой интерес к компьютерным играм, к фотошопу. То есть хочет научиться делать что-то с сайтами. А мне не нравится, когда он там за компьютером, например. Как-то вот хочется, чтобы он в учебе был самым лучшим, например. Там, самым первым в классе. А мне кажется, что компьютер, например, отвлекает его от более качественного обучения. Также вот у них вот это лидерское отношение, которое меня беспокоит. Вот. Это конкурирующая? Да. Конкурентная? Наверное, правильно будет сказать, именно конкурирующая. Да. Вот. А я хочу видеть отличника с книжками. Каждого, наверное, своего ребенка. Спокойного. Вам именно управлять ими трудно, направлять, иметь авторитет. Что именно слышать? Ну, я думаю, вот авторитет хотелось бы, чтобы... Авторитет, что именно... Потому что мы, ну, как бы, это же мои племянники тоже. И, ну, как бы, такое есть у него то, что Саша не хочет слушать ни меня, ни маму. Ни бабушку, дедушку. Это очень тяжело. Это младший у нас средний? Это средний, да. То есть у него свои какие-то там интересы. А возраст у него сейчас как раз? Да. Тринадцать лет. Понятно. Это очень тяжело с ним вообще связь наладить. И когда с младшими братиками, да, ну, с моими детками, они вот вместе очень часто бывают. И Ярослав с ним не хочет оставаться. Меня, говорит, то ли не обижает, но вот он даже не обижает, а как-то вот ковыряет. Как-то вот, может, где-то пугает он его специально. Он меня боится, а он его пугает. Ему нравится, когда ребенок плачет. А вот сегодня даже была такая ситуация, мы об этом говорили. Саша, он говорит, мама, ну, я с Андрюшкой еще более вот себя так веду, как бы, чем с Ярославом. То есть мама с папой тоже замечают, когда ребенок со мной, с родителями, он спокоен и счастлив. И ему очень трудно, когда они вдвоем или втроем с братьями. То есть вы такая, оплот такой, такая, поддержка такая рядом, если рядом, да, находитесь? Я поняла. Вот вы смотрите, получается, что у нас все разные возраста. Татьяна, вам еще предстоит. То, что вы видели, это возраст, как бы, вы знаете, все нерешенные проблемы с детства, совсем малого ребенка, они усиливаются, они более усугубляются, когда ребенок подрастает. Вы, наверное, поняли уже, потому что у вас уже 4-7, да? Вы увидели, как они это нарастают? И они уже в апогеи переходят в подростковом возрасте. На самом деле, если… Как это происходит? Дело в том, что если пока еще дети маленькие, совсем там 2,5-4-7, они очень сильно зависимые, они будут вас слушаться. Где-то вы, правда, можете рот заткнуть, где-то они могут промолчать и не сказать вам, что у них что-то не так, что их не устраивает ваше воспитание, методы вашего воспитания. Ну да, еще пока, ну да, но она скоро, как сказать, она не молчит, но у нее еще коммуникации нет. Дело в том, что этот возраст начальный, он как раз возраст коммуникации. Ребенок, вообще, что такое ребенок? Это ребенок должен принять правила общества. Он входит в общество, вы его учите там кушать ложкой, ходить в туалет, и вообще, как бы, общаться, говорить «Здравствуйте». Это коммуникация, он входит в общество, да? И то, как вы его коммуницируете, она вас еще учится, она пока вас проверяет. Она поэтому смело пока идет и проверяет, насколько это принимаемо в обществе. Но вы ее корректирует, начинаете, то есть это называется подстройка общества, да? И потом идет момент, готов ли он принять общество все правила игры этого общества? И получается, в подростковом возрасте идет протест. Это, на самом деле, вот это поведение, оно свойственно, да? Но оно именно усугубляется, вот понимаете? Если вот у ребенка накапливается, у него агрессия, у него нерешенно, это обиды, у него претензии, у него достаток любви, он это будет выливать в подростковом возрасте, ярко уже вам, уже открыто более, уже не будет так где-то терпеть, где-то послушать, и не напугаете вы уже тогда, а потом он будет это еще отрываться на других. Так что, вы знаете, вот это тоже решается. Просто с вами придется вывести, вы уже накопили за многие, с вами в начальном этапе поможем ребенку поменяться, да, вам поменяться, вам уже в среднем. Меня ребенок устраивает, я просто хочу как бы договариваться. То есть мне ничего менять не хочется, по сути дела. Просто мне хочется авторитет в ее глазах, как выработать. Хорошо, конечно. Да, потому что я бы, допустим, не хотела, чтобы у меня ребенок сидел, вот, там, я не знаю, там, вышивал с книжками. Я бы тоже так не хотела, понимаете? А я не хочу такого ребенка. Я хочу, чтобы она играла, чтобы она радовалась, меня все устраивает. Просто в какой-то момент я теряю вообще какой-либо контроль. Понятно. А мне больше всего еще пугает то, что у нас нить не та, что раньше. Хочется вот, чтобы нить была между нами на протяжении всей нашей жизни. Но что-то сейчас происходит, и мне очень тревожно. Чтобы сделать счастливого ребенка, вы внутри должны быть счастливыми. То есть вот этот внутренний должен быть счастливым. Тогда он разрешит вашим детям быть счастливым. Ну, мы немножко отдаляемся от темы, там и дальше будем с вами работать. Я все-таки хочу познакомиться с нашей четвертой участницей. Меня зовут Евгения. Я прямо увидела и себя со стороны, пока девочек слушала, и ребенка своего со стороны, да, посмотрела. Потому что у Глеба будет скоро 10 лет. Как бы какие-то социальные рамки у нас практически отсутствуют, да, в плане коммуникации. Он может подойти к человеку и сказать, что ты тетя полная, да, не с тем, чтобы тетю обидеть. Он просто не понимает, что он этим обижает, он просто говорит человеку правду, да. Он как бы не понимает этого, да. Где-то я слишком требовательная мама, как вот эта наша участница красавица, да. Да. Слишком много от него требую, где-то я его не принимаю, да. То же самое, что другим детям по блажке, как само собой разумеющейся моему, нет никогда ни за что, да. То есть я очень много требую, и да, конечно, я тоже могу сорваться, и он мне в ответ тоже может ножками потопать и сорваться. Да, но у нас самая главная как бы особенность в том, что он действительно особенный ребенок. Он ребенок-аутист. И само вот это, да, мне было очень сложно принять. Ну, как любому родителю, да, особенного ребенка. Очень долго вот эти крутятся вопросы. Почему со мной? Для чего? Почему? Почему не с соседом, да? И, конечно же, возникает какое-то чувство вины, что ты сделал что-то не так. У меня нет задачи сделать моего ребенка такого, как все, да. Ну, что такое, как все? Все дети уникальны, они все разные. Моя задача – помочь ему стать счастливым, стать счастливой самой и найти ему свое место в жизни, да. Помочь ему реализоваться. Ну, мне бы очень хотелось именно помочь. Потому что, как бы, я помню со своего детства, да, что тянуло, что моя мама где-то вот, да, пыталась реализовать свои вещи через меня. И это сопротивление бесконечное. Это очень тяжело для ребенка. Конечно. И вот это я, к сожалению, помню до сих пор, да, и это как страшный сон. Я стараюсь этого не повторять со своим ребенком. Но все равно она подсознательная, думаю, где-то она все равно проявляется, повторяется. Повторяется, хотя даже понимает, насколько это не хочется, чтобы было. В общем, мне очень нужна помощь. С этим я сюда пришла. Ну, еще отчасти я бы… У меня появилась надежда, и я бы хотела, чтобы вот у таких родителей, как я, тоже она появилась. Конечно, я хочу через вашего ребенка, через вашу ситуацию показать, что, на самом деле, даже таким детям, как ваши, даже таким малым, как вы, потому что, на самом деле, у вас больше даже, как бы, наверное, больше, что накопилось в душе, что надо облегчить, убрать, чтобы вы стали той счастливой мамой, независимо, какой ребенок у вас, на самом деле, да. И уметь быть той мамой, которая может даже с таким ребенком, с любым ребенком, помочь ему социализироваться, стать обычным ребенком, помочь решить все его проблемы, потому что вы знаете, что это все решается. Вы увидите, даже через наш проект, как ваш ребенок улучшается, вы увидите, что он очень изменится, что будут улучшения, что очень много проблем снимется с вас. Так что я вас, как сказать, хочу успокоить, что мы, на самом деле, вам поможем и вы станете той мамой, о которой ваш ребенок мечтает. Спасибо. Я очень на это надеюсь, что все получится в итоге. Очень было здорово с вами, интересно пообщаться, познакомиться. И мне, конечно, хочется уже приступить работать с вами. Да, мы тоже хотим. Каждый час отдельно и работать с вами. И плюс познакомиться с вашим ребенком. Предлагаю вам пройти простой тест и узнать, насколько вы хорошая мама. Ответьте «да» или «нет» на мои вопросы. Итак. Часто вы раздражены своим ребенком. Вы постоянно вынуждены его контролировать. Вам трудно сдержать гнев при общении с ним. Ваши дети часто болеют. И последнее. Ребенок вас не ослушается. Если хотя бы на три вопроса вы ответили «да», то вам нужно обязательно посмотреть наш проект до конца. Я знаю, как справиться с этими проблемами. И вы увидите, как с этими трудностями справились наши участники. Мне, естественно, даже страшно. Скажи мне, я готова что-то сделать, чтобы тебе было хорошо. Как будто она одна, и вот с мамой нет какой-то такой связи. Таня, это реально будет все. Я хочу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова